Китайская компания Xpeng Aero HT Т использовала выставку потребительской электроники CS 2024 в Лас-Вегасе для демонстрации своего летающего суперкара Eftol. Также стало известно о планах серийного производства модульного летающего автомобиля Xpeng Land Aircraft Carrier. На конвейер его поставят в 2025 году, а прием предварительных заказов будет объявлен в четвертом квартале этого года. Новое видение развития своих летательных аппаратов Xpeng Aero HT представила на презентации раннее. Тогда же анонсировали модульный летающий автомобиль. Фактически это два транспортных средства. Базовый автомобиль и спрятанная внутри его летающая часть, которая не видна во время движения по дороге. Несмотря на то, что компания уже начала этап подготовки серийного производства, окончательного дизайна летающего автомобиля еще нет. Известно, что наземный модуль будет вмещать 4 или 5 пассажиров. Трехосная шестиколесная конфигурация обеспечивает полный привод 6х6 и рулевое управление с задними колесами. Информации о силовой установке пока нет. Полностью электрически пилотируемый воздушный модуль. Это летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, способный совершать перелеты на низких высотах. Он может перемещаться как под управлением человека, так и на автопилоте. Компания подчеркнула, что модульный автомобиль поступит в серийное производство в 2025 году. По предварительной информации, ценник летающего автомобиля Xpeng Aero HT составит не менее миллиона юаней, или в переводе с местной валюты, 140 тысяч долларов. Также компания показала на международной выставке свой летающий автомобиль Eftol. Это новейшая разработка нескольких поколений концептуальных летающих автомобилей компании. Компания также создала полноразмерную концептуальную модель для стендов на выставках. Эта последняя версия их электрического летающего автомобиля выглядит так же, как автомобиль, а корпус мультикоптера полностью скрыт внутри автомобиля. Хотя по состоянию на январь 2024 года большинство технических характеристик не опубликовано, машина имеет 8 грибных винтов, расположенных на стрелах. Стрелы будут выдвигаться из корпуса мультикоптера, когда пассажиры переключают автомобиль из режима вождения в режим полета. Пропеллеры сложены по два на концах каждой стрелы. Есть 8 электродвигателей, питающихся от литий-ионных аккумуляторов, или от любой другой аккумуляторной технологии, которая станет доступна в будущем, например, от твердотельных аккумуляторов. Лобовое стекло похоже на автомобильное, но двери полностью прозрачные, что обеспечивает отличный обзор пилоту и пассажиру во время полета. Автомобиль имеет очень современный дизайн. Компания называет свою конструкцию автомобили-суперкаром, созданным для размещения как пассажиров, так и пропеллерного узла мультикоптера. Вес пустого фюзеляжа составляет 1000 килограммов, что обеспечивает соотношение высокой прочности и малого веса. Вместо зеркал у летающего автомобиля есть камеры, а колеса сделаны аэродинамическими. Дверных ручек не видно. Эти внешние особенности были созданы для уменьшения сопротивления во время полета или вождения. Для повышения безопасности летательного аппарата компания X-PENG Aero HT разработала аварийную многопарашютную спасательную систему. Система безопасности в воздухе была успешно испытана на высоте 50 метров в октябре 2023 года и позволяет безопасно приземляться при аварийных ситуациях, обеспечивая безопасное приземление со скоростью примерно 5 метров в секунду, защищая пассажиров и аэрокар. На выставке СИЕС Вантан соучредитель и вице-президент X-PEN объявил мировым СМИ, что резервирование разделенного летающего автомобиля начнется в четвертом квартале 2024 года, а массовое производство и поставки планируется начать в четвертом квартале 2025 года. В случае успешной реализации проекта это означает, что Land Aircraft Carrier станет первым в мире летающим автомобилем, серийно производимым и поставляемым частным покупателем. Компания подчеркнула, что будущее за такими транспортными средствами, так как они могут взлетать и приземляться вертикально, преодолевать заторы, препятствия, реки и выполнять многие другие функции, которые раньше не могли выполнять автомобили, удовлетворяя потребности пользователей в путешествиях на короткие расстояния и на малой высоте. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале! Субтитры сделал DimaTorzok